Южно-Китайское море – один из самых популярных для судоходства регионов в мире. Ежегодно через него проходит грузов на 3 триллиона долларов. Исключительные экономические зоны там имеют пять стран, но окончательного соглашения между ними нет. В первую очередь из-за Китая, который, ссылаясь на исторические причины, хочет контролировать 80% всего моря. Вьетнам выступает против претензий Пекина. США официально поддержали эту позицию. Лидеры подчеркнули свою непоколебимую поддержку мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, без угроз или применения силы. Они также призвали к свободе судоходства и полетов и беспрепятственной законной торговли в Южно-Китайском море. Из совместного заявления лидеров США и Вьетнама. Из-за агрессивной политики Пекина коммунистический Вьетнам сближается с Вашингтоном. По словам экспертов, в первую очередь это стоит рассматривать как очередной ход США в торговой войне с КНР. Из-за действий китайского правительства и растущей политической напряженности американский бизнес переводит производство в другие страны региона. Правительство штатов делает все, чтобы облегчить этот процесс. Таким образом, укрепляются связи с соседями КНР. А китайская экономика терпит убытки, на что влияют и экспортные ограничения, введенные США. Мы не хотим разрывать отношения с Китаем. Но чего я не собираюсь делать, так это продавать Китаю материалы, которые повысили бы их возможность производить больше ядерного оружия, заниматься оборонной деятельностью, которая противоречит тому, что многие считают положительным развитием событий в регионе. Однако мы не пытаемся навредить Китаю. Стратегия США – снизить экономический потенциал Пекина настолько, чтобы тот отказался от идеи войны с Тайванем. В Ханое Джо Байден заявил, что уже не видит таких сил у КНР. Однако, по словам экспертов, падение экономики может подтолкнуть Си Цзиньпина к более резким действиям, чтобы продемонстрировать обществу политическую победу вместо роста уровня жизни. Поэтому Америка укрепляет сотрудничество с соседями Китая. Америка достаточно хорошо насыщает себя новыми партнерствами в регионе. То есть, можно сказать, что та первая островная цепь, цепь безопасности, согласно доктрине Соединенных Штатов, простирающаяся от Курильских островов оккупированных, она фактически находится под контролем США и их единомышленников. И если Соединенным Штатам удастся усилить присутствие во Вьетнаме, это будет большой успех именно для обеспечения безопасных условий в районе. Военный флот и авиация Китая регулярно демонстративно совершают манёвры вблизи Тайваня. Так, 11 сентября китайский авианосец с группой боевых кораблей прошёл в 100 километрах от юго-восточного побережья Тайваня.